Топ самых продаваемых новостроек Москвы. Наш с тобой любимый Люблинский парк. Пик немножко поднадоел. И Некрасовка, но бог с ней. Миллион двести средняя прайсовая цена за квадратный метод. Это очень доступный вариант. И тут ООО «Ода премиум». Да, ребята, нормально, берем. Они же покупают, он же вышел в топ-продаж в десятку. Мы сюда можем втащить какое-нибудь будущее гетто. Всем привет, я Леся Грузинская. Это проект о новостройках.ру, авторские обзоры на тему недвижимости. И сегодня я представлю вам топ самых продаваемых новостроек Москвы. Все застройщики уверяют, что именно их проект самый популярный. И квартиры разлетаются как горячие пирожки. Но на самом деле многие из них голословно это заявляют. А я сегодня вам покажу ребят, которые имеют право действительно говорить, что их объекты раскупаются лучше других. За основу мы взяли данные из портала «Пульс. Продаж». И в основном он создавался для самих застройщиков, чтобы они могли отслеживать цены на рынке, вообще конкурентов своих, знать, кто самый популярный. Но по большому счету эти данные в свободном доступе, поэтому мы этим воспользовались. Статистика основывается на данных из Росреестра. Кстати, они тоже в свободном доступе. Если вам очень хочется, вы можете их достать. Правда, это, я так понимаю, что не супер просто. Поэтому можете посмотреть наш ролик и будете в курсе всего. Мне понравилось, что «Пульс. Продаж» делает очень осознанно все статистики и выборки. Например, если «Пульс. Продаж» будет делать выборку по количеству проданных метров, они исключат оттуда пакетные продажи. Ну, то есть, когда одновременно покупается не одна квартира, а целая пачка. Потому что они считают, что такие данные будут недостоверными. Ну, непонятно, почему вдруг сразу пачка. Может быть, застройщик расплатился с подрядчиками. Может быть, сам на себя оформил эти квартиры и потом по переуступке их продает. И это нечестно, включать такие данные в статистику. Поэтому эта статистика, которую мы сегодня представим, максимально объективная. Всех, наверное, интересует, как мы составляли этот рейтинг, как мы обрабатывали уже данные. Существует три подхода к оценке объемов продаж. Первое – это мы можем просто посчитать, кто сколько денег заработал. Здесь будет необъективная оценка, потому что если мы возьмем застройщика, которые продают среднюю стоимость метра выше, ближе к центру, или бизнес-класс, то они всегда выиграют по объему денег. Необъективно. Другой способ, который можно было взять – сколько квартир продано, ДДУ. Здесь у нас примешаются сразу дешевые застройщики с очень маленькими квартирами. То есть, если кто-то выкинул на рынок очень много дешевых мелких квартир, то это тоже не очень объективный показатель, потому что мы сюда можем втащить какое-нибудь будущее гетто, например, что не будет являться качественным жильем. Наконец, проконсультировавшись с несколькими коммерческими директорами компаний-застройщиков, я спросил, как вы считаете конкурентов, и вообще, как вы себя оцениваете. Они говорят, единственная оценка на наших планах – это количество проданных метров. Это объективные показатели. Это был первый рейтинг. Мы составили первую десятку по количеству проданных метров до 19, насколько я понимаю, мая. Мы брали данные. Второй самый важный показатель – это деньги во времени, с какой скоростью распродаются объекты. Это можно сделать следующим образом. Мы берем общий объем из проектной декларации, сколько запланировано метров построить, и смотрим, какой процент проданных метров. И мы составили десятку процентов распроданности. И здесь, честно говоря, меня ударило холодным током, холодный душ, потому что неожиданные результаты получились. На мой взгляд, неожиданные. Потому что я даже от некоторых проектов не ожидал. Давай тогда с первого сначала разберемся. А там вишенка на торте остановится. Так, по первому нашему рейтингу, объективно, показатели очень простые. Во-первых, цена, доступность. И лидером является Некрасовка, ДСК-1, панельное жилье. Средняя цена по прайсу составила, по проданным ДДУ, именно по тем же договорам, которые заключены, 108 685 за метр. Как ты понимаешь, ты часто ездишь по стройкам. Мы ездили с тобой, смотрели недавно проект. Он тоже, кстати, попал сюда. Это объективный показатель. Дешево, сердитый, метро рядом. И Некрасовка, но бог с ней. Вот, соответственно, следующий проект мы его с тобой отмечали. Это был старт продаж новых корпусов лучей. И мы говорили, что метро открыто уже. Солнцево. Мы говорили о том, что уже проект себя зарекомендовал. Уже были построены корпуса, покупатели могли ориентироваться, посмотреть, что уже построено, что им обещается. И поэтому объективно и понятно, почему они попали в этот рейтинг. Самое интересное, что наш первый топ перекликается с тем роликом, который мы уже выпускали со стартом продаж. Если что, вот здесь где-то буковка И будет на новостроеве, можно посмотреть ролик про старт продаж. И несколько объектов повторяют. Это, кстати, очень важный момент. Значит, можно и себе что-то, вам, как порталу поставить зачет. Вы, может, тоже влияете на это дело. Потому что небо, которое находится на пятом месте, мы его выделяли. Раменки и всегда популярный район. И, в общем-то, по большому счету, у меня очень многие люди после того сюжета спрашивали про небо и консультировались. И группа компании Capital Group, она себя зарекомендовала, как застройщик определенного класса жилья. И поэтому это очень важно. Тушино, вот, находится на восьмом месте 2018, на мой взгляд, меня это очень сильно удивляет. Хотя, ну, я объясню почему. Потому что, в принципе, стоимость метра 187 для этого района, конечно, хорошая. Но, с другой стороны, проект все-таки спорный. Еще самый важный момент. Как бы то ни было, у этого застройщика нет большого опыта введения объектов в эксплуатацию. Это новая, фактически созданная компания, да, и в Декапитал. Известно, что это акционерное общество «Спартак». Ты когда-нибудь до этого знала, что они строят жилье или не строят жилье? Ну, у них уже есть много очередей там сданных. Да, но, в общем-то, я понимаю, что место вообще... Все определяется всегда локацией. На последнем месте вот у нас... А, наш с тобой любимый Люблинский парк, мы не могли не отметить. Здесь, конечно, сыграла роль, опять же, помнишь, если говорили в прошлом раз в сюжете, и мы здесь подтверждаем с тобой еще раз. Нам девочка тогда говорила 130 за метр ориентировалась, средневзвешенная цена по продажам 134 за метр. Я тогда отметил в том сюжете, для этой локации, как бы мы с тобой не хаяли локацию, просто цена нормальная. То есть они попали в ценник, и этот объем поэтому нормальный. То есть нас там, я помню, нас там распяли, что вот вы слишком раскритиковали локацию. Это, кстати, доказательство того, что как бы мы с тобой не критиковали локацию, люди, глядя на ценник 130, говорят, да, ребята, нормально, берем. Поэтому, на мой взгляд, это объективно, собственно говоря, они попали в эту десятку. Зиларт, вот он у нас здесь за окном, там такой индустриал пейзаж. Но, на мой взгляд, так или иначе, высокой степень готовности играет роль, что они, наконец-то, видно, что построятся. Пока не было видно проекта, как конкретно его потрогать было нельзя, люди боялись его покупать. Ну, как это, стройка, завод, еще чего-то, там большой, огромная территория. Сейчас люди видят эти корпуса, поэтому они попали на четвертое место. Про летний сад эталона я, наверное, не очень могу сказать, почему он на третьем месте. Это для меня... Там тоже метро, по-моему, насколько мне помнится, салатовая ветка. Да, естественно, все играет роль, конечно же, локации. И высокой степень готовности, насколько я помню, опять же, у летнего сада. А вот по локации, кстати, что я обращаю внимание, что большинство они популярны, это то, что возле метро, пусть даже очень далеко, но при этом парадокс, что очень многие из них в неблагоприятных локациях и все равно популярны. Ну, тот же там Люблинский парк или та же самая Некрасовка. Я помню, мы недавно приезжали на съемку Семеновского парка, проект от РГ. Проект сам прикольный, но они тоже на территории промзоны такой, который вокруг еще пока выглядит, ну, примерно, как-то здесь за окном. Но нам тогда уже сказали, что это в топе продаж он находится. И для меня удивительно, получается, люди не смотрят на окружение. Понимаешь, какая ситуация? В разных случаях бывает так, что люди попадают в локации на то, что они не хотят оттуда уезжать. Если ты посмотришь комментарии под роликом Люблинского парка, нас с тобой распяли местные жители, и они стоят насмерть за свой район. И поэтому они говорят так, лучше постройте мне здесь снова, и я останусь здесь. Поэтому часто они выбирают локации, в которые не было, ничего не строил. А вообще можно ли вот каким-то образом, если я покупатель, и увидел этот топ, доверие повышать кому-то из застройщиков, кто в топе продаж? Или вообще как-то это должно влиять на мое мнение при покупке, если вот я увижу этот топ? Я тебе скажу обратный термин как раз. К сожалению, есть такой термин, экономически обоснованная теорема, за нее человек получил Нобелевскую премию, большинство заблуждается. К сожалению, это так. Это обратный нонсенс. То есть, если говорить про Некрасовку и про лидеры, на мой взгляд, большинство заблуждается. Ну там, мне кажется, Некрасовка это не то, что заблуждается, это такое ощущение, что мы с тобой обсуждали, что Некрасовка это то место, когда люди просто накопили на квартиру, потому что они хотят большую площадь, семью, и это очень доступный вариант. Знаешь, я из, наверное, в силу возраста помню, как в шальные времена, в 90-е, Люберецких боялись все. Вот мне кажется, Некрасовка через 20 лет претендует на то, чтобы забрать этот вымпел к себе, то есть района достаточно опасно. Для меня это гетто, прям бетон. Это пахнет геттоизацией. Пахнет геттоизацией и так далее. Поэтому можно говорить, да, это лидеры, можно говорить, да, это 104 за метр квадратный, ребят, но подумайте о том, там 180. У них все это отделка, по-моему. Да, но подумайте о том, что будет дальше. Что это у вас соседи, которые приезжают туда, там будет большое количество, мне кажется, дефолтных квартир вскоре. В принципе, я думаю, никого не удивило, что в первой части рейтинга очень много объектов, которые в не самых привлекательных локациях, скажем прямо, но при этом они, правда, дешевые, поэтому понятно, почему они продаются. И мы вот здесь даже нарисовали график. Объем продаж, цена, и вот здесь видно, какие объекты продаются лучше всего. И это, я думаю, что вы тоже знали, что самое дешевое и самое дорогое будет продаваться всегда. Страдает всегда только средний класс, даже во время кризиса, а дешевое жилье и дорогое будут покупать. И вторая часть рейтинга как раз вот это нам помогает доказать. Второй топ гораздо интереснее, потому что, на мой взгляд, если и говорить о том, что большинство ошибается, то вот как раз второй топ показывает о том, как люди точно покупают проекты. На самом деле здесь попали маленькие проекты. И, естественно, им проще продать свой объем. Но когда проект продает за 5 месяцев 40% квартир, это тоже о чем-то говорит. И 40% апартаментов, что самое важное. То есть во втором рейтинге у нас большое количество апартаментных домов, где заходили инвесторы. Да, вот объясни, почему так получилось, что ага. А тут надо смотреть. Во-первых, Stone Hedge, проект Play, он его хорошо рекламирует и показывает доходность. Он говорит, что мы дадим доходность с жилье. То есть они сразу стали заигрывать с апартамента. Во-вторых, у них очень маленький объем, там всего 9 тысяч квадратов, не очень много. Я бы выделил левел Павелецкая. В этой локации вообще очень мало чего строилось за последние годы. И наш коллега там, Никита Журавлев, очень его за него двигал и так далее. Может, он, кстати, ему помог. Фиг его знает. Но самое главное, что эта локация, которую очень многие люди спрашивали именно под аренду, почему, аэроэкспресс, центр уже, садовое кольцо, мы купим и будем сдавать апартаменты здесь в аренду. Третье место, оно у нас с тобой вызвало легкий шок, когда мы с тобой домотали до того... Сколько стоит это? Сколько стоит нас? Компания Веспора, они, конечно, молодцы, они умеют продавать элитку. Миллион двести, средняя прайсовая цена за квадратный метод. Я единственное могу вот это представить, только если у них квартиры по 5 квадратных метров. Апартаменты Fairmont Hotels – это апартаментный дом на Маяковской, станции метро Маяковской. Прямо выходит на Тверскую. Это чисто инвестиционный проект. А вот самые интересные два проекта, которые я бы здесь выделил, на мой взгляд, первый, конечно, Лайф Варшавска от Пионера. Вот это доказательство немножко другого подхода. Группа компании Пионер угадала, на мой взгляд, с Каширским проездом, как с локацией постройки. Почему? В районе метро Варшавска, можете следить на карте, от Каховской до Каширского шоссе, практически не было нового фонда давным-давно. То есть, его там ничего не строилось. И когда туда попала новостройка, достаточно, в принципе, не очень большая широкомасштабная компания, привела к тому, что объемы достаточно большие. Я сейчас смотрю, под проектной декларацией заложено 60 тысяч квадратных метров, это средний, скажем, такой проект. Цена немаленькая для этого места, 199 за метр квадратный, это нормальная цена, а продано почти 27% от всего объема. Это говорит о том, что в этой локации соскучились люди, ну, скажем так, соскучились. И они не хотят оттуда уезжать. И они готовы там покупать. Несмотря на то, что, опять же, там промзона. Там, с другой стороны, там не очень презентабельный сейчас проход. Почему? Чтобы попасть из метро туда, тебе нужно пройти под железной дорогой по Велецкого направления, перейти на другую сторону, в сторону промзоны. Это людей не смущает. Те, кто знают эту локацию, им нравится. И самое интересное, что оттуда не очень простой выезд. То есть там... Но добавляет то, что сейчас откроется новая хорда, которая соединит через Балаклавский проспект к шоссе с Кантемировской, когда вот выезд новый построил. Я бы еще отметил интересный момент. Это медный 3.14. Я долго думал, как это название ассоциируется, как у математика с числом Пи. Я не понял, почему так они назвали. Может, мне кто-то напишет комментарий. Пишите в комментариях, с чем может связано 3.14. В чем интересный момент? Интересный момент, что тоже очень точечная локация. Это район Донской. Это около метро Октябрьское. Я там недавно сравнивал проекты. Там много сданного жилья, но у меня очень многие его сравнивали. Его сравнивают с другим проектом конкурентами. Его является как раз компания Веспер с некоторыми проектами. Но медные молодцы, на мой взгляд, попали прямо в топчик. Но у них не очень большой там проект, конечно. Но цена 469 за метр, на мой взгляд, вполне себе нормальная. Для этой локации это все-таки начало Ленинского проспекта. Нескучный сад рядом и так далее. Ну и знаешь, что самое интересное? Конечно, мотаем на 10-е место. Я не знаю. То есть ты знаешь, что за заставщика? Нет, я впервые встретила. То есть мы с тобой имеем там Stonehenge, мы видели в рекламе. Level Group, Веспер, мы все это видели. Афи мы знаем, РГД мы знаем. Капитал Групп снова входит в проект Баумант Хаус. Капитал Групп молодцы, знают, что делают и так далее. И тут ООО «Ода премиум». Самое интересное, что я немного, но я 3 года в недвижке. Ты, я думаю, всю свою сознательную жизнь в недвижке. И мы оба первый раз слышим «Ода премиум» в Зеленоград. Мы вот смотрим, разглядим этот проект. Ты понимаешь, мы с тобой не в курсе, а людей много в курсе. Они же покупают. Он же вышел в топ-продаж в десятку из скольких этих проектов. Самое интересное, из 50 тысяч заложенных по проектной декларации продано 12 тысяч метров. На май. Теперь 130 тысяч за метр. Это Зеленоград, конечно, это Москва. Но 130 тысяч за метр, это все-таки достаточно... Это Люблинский парк. Заявка, да. И 24% от общего объема продано. То ли мы имеем дело с неким дефицитом, обозначенным в Зеленограде, что люди соскучились. Это попадание еще по каким-то моментам. Я даже готов оторвать пятую точку и поехать посмотреть, что же это такое, почему это так хорошо продается. То есть, это доказательство того, что, в принципе, точечно можно искать застройщиков не из такой массы известных брендов, но ездить, разбираться, вникать и так далее. Для этого, кстати, ваш канал – это изумительные вещи. Я вам респектую и снимаю шляпу каждый раз. Удивление дня сегодняшнего. Пик, у которого около 50 объектов вышел в топ, считай, из 20 возможных вариантов, только на одну позицию. А РГ-девелопмент из 8 объектов 4 попал в топ и Кэпитал 3 объектами встал. Ну, Кэпитал-то, можно было, ожидаемо, а на РГ многие, я думаю, больше, более неожиданно. Потому что, первое, земельный банк – правильно выбранные точки строительства. Второе, несмотря на то, что мы с тобой обсуждали, что это панельное жилье, например, Орехова, Борисова и Семеновского, многим нравится панельное жилье, потому что панель льется на заводе. У вас был замечательный сюжет, я думаю, там можно ссылочку в описании. Она, кстати, будет вот тут вот может и быть и так далее. Посмотрите этот сюжет внимательно, перестаньте хаять панельное жилье. Кстати, ПИК тоже строит панельное жилье, просто панельные комбинаты бывают разные. Еще очень важный, немаловажный момент, что застройщики, которые выходят часто в Москву, они вообще стараются сразу купить панельный завод. Поэтому, на мой взгляд, и, кстати, Некрасовка – это тоже панельное жилье ДСК, но, на мой взгляд, это по большому счету доказательство того, что не все хотят монолит, потому что неизвестно, какого качества монолит. Поэтому, а с локацией они угадали везде. РГ молодцы в этом отношении. Вот то, что они попадают, еще и обратив внимание, с темпами продаж, другой рейтинг, это, собственно говоря, вообще вызывает удивление, на мой взгляд, с точки зрения того, что надо присмотреться к этой компании. И еще немаловажный момент, что наши специалисты ездят иногда на инфотуры. Мы заставляем экспертов ездить, смотреть, кто как и застройщик устроит. А они видали все виды, да, то есть и вторичку, и первичку, и так далее. Все хвалили за отделку. Ну, мы привыкли считать, что ПИК не только крупнейший застройщик, в смысле, самый известный, а к тому, что мы всегда говорили, что, несмотря ни на что, ни на наши сюжеты, ни на их плохие локации, все равно объекты ПИК будут продаваться, будут продаваться. Ну, как-то вот сегодняшний топ показывает, что они даже если продаются, то не то, чтобы прям вот какими-то ударными темпами. Ну, я бы советовал вообще компании немножко заглянуть к себе в отдел маркетинга и спросить, а отрабатывает ли тот маркетинг те продажи, которые есть. Реклама только из утюгов нет еще. То есть, если ты домохозяйки, еще только утюги осталось покупать, что открываешь, а он начинает петь про ПИК. То есть, из каждого утюга, на хлебе была реклама, еще что-то так далее. Тут переизбыток рекламы создает ощущение, что есть только один ПИК. Просто они забили с собой информационное пространство. Но качество продаж и дело контрольной закупки у компании Хромалова еще в прошлом году, я об этом говорил. Они, мне кажется, становятся заложниками своих серийных домов. То есть, люди начинают смотреть так. Нет, надо что-то все-таки поинтересней, потому что многие застройщики все-таки строят разноформатное жилье, монолитное жилье позволяет строить то один проект, то другой. ПИК немножко поднадоел своими одними и теми же однообразными, по цветам, конечно, разным, он надоел своим продуктам. То есть, мне такое впечатление, что вот это отражение рейтинга, что среди все большого количества представленных ЖК ПИКом, представляет, что попадает в десятку только один. Чем хочется подытожить сегодняшний ролик? Если вы потенциальный покупатель новостройки, то при конкретной покупке квартиры вряд ли вам поможет топ-продаж. Ну, что он вам может сказать? Ну, покупают здесь квартиры или не покупают? Вам не на это, нужно, конечно, смотреть. Но в целом, чтобы какие-то, может быть, инсайты для себя по рынку сделать или вообще примерно понять, кто из застройщиков преувеличивает свои заслуги, скажем так, это было бы, наверное, интересно, и я думаю, что вам понравился сегодняшний сюжет, потому что в том числе для меня было открытием, что ПИК, например, в топах продаж встречается гораздо реже, чем тот же RG Development. Еще мы выяснили, что в топах продаж всегда самые дешевые и самые дорогие новостройки, что тоже, в принципе, неудивительно. Пишите в комментариях, как вам сегодняшняя подборка, какие объекты стали для вас удивлением, какие вы точно понимали, что здесь окажутся, и подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк обязательно под видео и колокольчик, чтобы не пропустить новый видос. Всем пока!